Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Евгений. Это Ассоль. Она пока бездомная, уже который эфир, но мы надеемся найти им хозяев. Я знаю, что вы кошкам не очень. Да, я спокоен, так скажем. Да, с таким лицом. Спокоен, да. Ну, а с собаки? Вы собачник, да? Расскажите про двух зверей-то ваших. Я знаю, что их... Это порода Кани Корсо. Так, это редкая, дорогая? Ну, она была редкая лет, наверное, шесть назад, семь назад, потому что это уже вторая пара. Так. Первую Кани Корсо, или Кани Корсо, как правильно, я даже не знаю, но я называю Корсо. Я привез... Она иностранка, она из Киева. Ага, понятно. Сейчас ей семь лет, это огромная машина. Просто машина. Килограмм пятьдесят, да? Да поболее бы. Побольше, да? Поболее бы. Килограмм под шестьдесят пять, наверное. Вот. А это две сестры, можно сказать, из одного помета. Пятилетки. Ага. Очень-очень я их люблю, потому что совершенно два разных характера. Одна спокойная, черная, спокойная, уравновешенная, умная. А серая чуть поменьше, и она такая напоминает мне очень такую нервную гимназисту. Потому что, когда ты входишь в дом, она уже не знает, как. Это вот даже не кошка. Это хуже кошки, потому что и из-под ног, и из-под рук, и везде, на диване, и с дивана, и так далее, и так далее. Но очень преданные, преданные существа. У кошки сами по себе это точно. Да, у них что там в голове, вот в это делается непонятно. Непонятно, да. Какие клички ваших зверей? Ника. Так. Это в честь... В честь... Николета. В честь... Ники, да? В честь... Николета, да. Так. И Тесса. Ага. Тесса. Ну, Ника, я понимаю, в честь какого киномероприятия названа. Здесь мы унаследовали имя от хозяйства. А, то есть вы не щенком, да? Нет, с щенком. С щенком, но уже они были с именами, поэтому Николета это наша уже, а Тессу мы вынуждены были взять как Тессу. Да, но это такие не городские животные, они у вас на даче и живут. Совершенно, да. Я живу за городом, поэтому они выпускаются в 7 часов утра из вольера. Я говорил, что зимой, конечно, они живут дома, а летом у них свой... Как мне пошутили? Я построил для них вольер. Они говорят, в два этажа? Ну, у вас-то самого трехэтажный, да, насколько я знаю? Особняк, да. Долик? Ну, да, в три. Да. Ну, так, для одного-то. Не одиноко вам бродить-то по этим этажам-то? Ау я не кричу, по крайней мере. Часто за столе гости, друзья набеги совершают или строго по прописанным графикам? Набегов нет, поскольку нет такого времени для набегов. А если оно и есть, то иногда хочется побыть спокойно, тихо, одному. Вот завтра же у вас, я к чему насчет набегов? Завтра у вас юбилей? Да, но завтра набег просто он категорически не может быть, потому что завтра концерт. Да, в Крокусе, да? В Крокусе. В Крокусе, Сити-Холл, начало в 19.00. Это сольное будет мероприятие или кто-то будет вам... Нет, это не сольный концерт. Мы долго думали, как оправдать то, что драматический артист выходит на сцену очень мощного концертного зала. Да, но вы же известный исполнитель шансона. Ну, дело не в этом. Дело в шансон шансоном, но все-таки 6200 человек это колоссальный зал. Я думаю, количества фанатов у Домогарова все-таки нет, и цифры меряются где-то вот там в совершенно другие порядки. Вы мне льстите. Да нет, но это вот... 6200 зал. Это статистика. Конечно, мы долго думали, как... И решили сделать вот что. Решили сделать, что мои... Да, юбилей Домогарова 50 лет, но столько артистов и моих коллег не праздновали или праздновали в узком семейном кругу, или праздновали громко. Но дело не в этом. Вот период 63-го, 60-го, 50-го, 57-го, 74-го, там, 75-го годов, вот это вот поколение какое-то такое, вот для меня, я так считаю, какое-то такое золотое сечение. Потому что застали стариков, мощных стариков, и на театре, и в кино застали, и работали с ними. То есть волей-неволей, если ты хочешь заниматься профессией и мечтаешь заниматься профессией, ты от них что-то берешь, да? И молодые, от них тоже что-то берешь. Поэтому вот для меня какое-то, вот мы назвали, золотое сечение. Вот золотое сечение. Это название программы в концерте? Нет, программа будет 5.0, она так называется. А, 5.0, да? 5.0, да, 5.0. 5.0 в пользу Домогарова, да. Но, нет, 5.0, не 5, двоеточие 0, а 5.0, не двоеточие, нет. Понятно, пятая версия, да. Вот, поэтому эта будет программа посвящена всему поколению 50-летних, чуть раньше, чуть позже. И это будет сборный концерт, это приедут все мои хорошие друзья и те люди, которых я очень уважаю и те люди, перед которыми я просто преклоняюсь, как перед музыкантами. Это будет разная музыка. Вы можете озвучить этих людей. Это будет разная музыка, начиная с детских коллективов, с которыми я работал в Болгарии, в детском лагере, которые очень хотят стать артистами, но которым сейчас по 14, 13, 12, 10 лет. Ну, и дальше по списку, дай бог, Иосиф Давыдович Кобзон, Григорий Викторович Лепс, Александр Яковлевич Розенбаум, Александр Маршалл, Носков, ну и так далее, так далее, так далее по списку. А я вот как недалее, как утром читал, что у Лепса что-то со связками, он то ли простыл, то ли это все равно выполнит. Ну, вот на сегодняшний день, я думаю, что он всегда обязательный и все будет нормально. А вот увлечение шансоном, мне вот совершенно непонятно, если мы анамнез семейный рассматриваем, откуда вот это вот, когда и откуда возникло? Что значит шансон? Если мы берем блатную песню, это не шансон. Так, хорошо, что значит шансон? Нет, просто среди киношников это очень вообще распространено, очень много кинематографистов любят вот эту музыку. Это не... актерская песня тоже может прерываясь к шансону, потому что это не вокальное исполнение. Если бы все артисты владели вокалом, то я думаю, что они бы занимались давно другим. Ну, скорее всего, хорошим вокалом. То, думаю, что там другая сторона жизни, она совершенно открыта. Ну, вы же... Ваш же вокал замечательный? А когда... Совершенно актерский. Актерский, да? Совершенно актерский вокал, никакого отношения к вокалу он не имеет. А когда ты не можешь петь вокально, ты начинаешь петь актерский. Актерское пение приравнивается к пению шансон. Поэтому выбирается, грубо говоря, гармония песни такова, что, возможно, ты со своими связками ее исколнишь. Поэтому ты же не возьмешь никакую там, какую-то супер арию и скажешь, а я вот сейчас спою вам, пожалуй, из «Призрак оперы», значит, главное. Ну, нет, такого не может быть. Хотя у меня в театре идет музыкальный спектакль «Джеки Лэхайт», замечательный, замечательный мюзикл американский, который был снят с Бродвея, по-моему, лет 10 всего нам тому назад, и очень сложный мюзикл, очень сложный. В смысле, в музыкальном отношении сложный? В музыкальном отношении очень сложный. Очень сложный, но музыка очень красивая, и арии очень сложный. По крайней мере, в театре мне это как-то удается делать, насколько я могу. Я понимаю, что придет другой артист, который поет, и это будет совершенно по-другому. Это будет другой спектакль. Вот, поэтому это увлечение шансоном таково, что я считаю, что Марк Бернесс пел практически шансон. Абсолютно, точно, да. Шансон. Так оно и есть. Утесов пел шансон. В чистом виде. Жаз. Жаз шансон. Ну, все шансон. Да, джаза, все-таки, да, не дотягивалось. Все шансонье. Да. А вы завтра будете музицировать? Вы ведь владеете. Музицировать нет, не буду, потому что я думаю, что меня завтра будет так колотить, что, дай бог, мне устоять на сцене. Неужели вас колотит при вашей всей вот этой подаче, фактуре, опыте? Вы знаете, это не то слово. С каждым часом, с каждым часом наступает сейчас икс. Да. А вы просто, на вас смотришь, выходит такой король, просто такой вот, все ему вот абсолютно пофигу. И что вот подумаешь. Когда в руках вот так вот ходит микрофон. Да. Ну, говорят, что это у всех людей из профессии, что это вот. Главное, что этого не видно. Вот это вы для себя знаете. Это видно, это видно, к сожалению, видно. Видно, может быть, только профессионалов. И, к сожалению, с этим ничего нельзя сделать. А надо? Может быть? Нет, вот когда этого не будет, это будет конец карьеры. Вот. Вот это точно, абсолютно. Я почему про музыкальный инструмент. Вы ведь начинали, музыкальную школу заканчивали и музицировали на фортепиано, да? Есть дома инструмент? Дома есть инструмент. Когда гости собираются иногда, зажигаем, нет? Уже, к сожалению, нет, потому что пальчики еще помнят, но уже плохо. А, вот так, то есть без практики это прям... Без практики, это как язык. Да? Все уходит очень быстро. А какими еще владеете музыкальными инструментами? Больше никакими, только нервами. Хорошо, а сын у вас? Сын тоже закончил музыкальную школу. Да, но у него еще пальчики как-то помнят. А на чем он музицирует? Фортепиано у него тоже. А поет? Никогда не слышал, честно вам скажу. Может быть, в ванной. Вот бы дуэт вы бы исполнили. Я думаю, это было бы хитом. Независимо. Все надо подумать. Подумайте, да. Спасибо за идею. Хорошая, на самом деле. Да, такая вот. И надо же молодняк подтягивать, тащить на себе. А старший брат у вас со слухом, голосом? Старший брат, я думаю, что без слуха и без голоса, потому что я никогда не слышал, что он поет. Он чистый технарь, руководитель кафедры гидропривода в Московском автадо-дорожном институте. Чтобы он пел, я никогда не слышал. И надеюсь, не услышал. У вас большая разница. Причем так, 53-й, 63-й, то есть 10 лет. У него недавно, совершенно 7 июля. Я 7 июля пришел к нему на день рождения. В 60 лет сказал, что я не представляю, я не могу, я не могу в голову себе взять, что тебе 60, а мне 50. Я всю жизнь мучился. Как так родители смогли сделать 7 июля 53-го и 12-е 63-го? Да, это не родители, это звезды. Ну, звезды, ну, как в результате мама же, мама с папой, как бы там не крутить. 10 лет достаточно большая разница. Вы, наверное, не были близки в детстве, да, потому что все-таки очень разные интересы. Это вот не целое там поколение в 20 лет, когда уже можно опекать малыша, и не 3-4 года, когда это очень близко. Или у вас складывалось все благополучно в этом смысле? В детстве очень благополучно. В детстве очень благополучно. Потому что я пришел в школу, которую он закончил. Он уходил из 10-го, я пришел в первый класс. А, то есть он крышевал? Нет, уже все был последний звонок, а мы, значит, вот только-только. Прекратилось общение такое плотное, когда он женился. Женился он достаточно рано, и, естественно, он вышел из семьи. Я остался в семье. Вот здесь наступили какие-то, какие-то такие времена без времени, так сказать. А потом, когда уже я повзрослел, потом, когда родители ушли, мы стали достаточно очень близки. Племянники, племянницы есть у вас? Есть, есть. Чем занимаются? Технари. Все технари, то есть, потому что я пошли к папу. Всех брат поточил по своей линии. Но гордятся, восхищаются родственникам? Никогда не слышал. Нет? Вслух никогда не слышал. А вообще такого нет формата сбора каких-то семейных, там, ну, не знаю, по каким-то Новый год или когда-то? Вот не собираетесь все вместе, чтобы... В основном Дне рождения. На Дне рождения, да? В основном Дне рождения, да. Потому что Новый год, у каждого своя семья. И там никогда не обсуждается там творчество, какие-то оценки, нет? Нет. Потому что... Нет. Да? Слишком, ну, как, мне кажется, слишком разные все-таки направления в жизни. Слишком разные. Ну, нет. Он меня оценивает, как он мне как-то сказал, что говорит, я не могу тебя видеть в телевизоре. Да. Не могу, потому что я вижу все твои примочки, все твои ухмылки, и ты меня не убедишь. И все их видят. И ты меня не убедишь, что ты что-то там такое серьезное делаешь. Очень интересно. То есть у него такой взгляд... У него свое какое-то очень точное. Вот он меня знает, и вот он говорит, ну, вот не убедишь ты меня. А кого вы вообще в этом смысле слушаете? Вот в смысле оценок того, что вы делаете на сцене? Будь это... Можно я буду наглым? Да. Себя. Это отличный ответ. Он, главное, вписывается в полный... Вполне вымешь, вписывается. Потому что самый строгий критик. Потому что можно понимать, что люди, некоторые люди могут хотеть тебе не слишком добра и говорить какие-то вещи. Многие люди, которые тебя любят и говорят заведомо другие вещи. А вот найти середину... Найти середину можно ночью в подушке. Ну, так вот. Ну, это у всех так, мне кажется, что просто не все решают об этом сказать. Не все к ней прислушиваются. Это да. Я где-то читал, что у вас задачей присматривает семья. Одна давно уже. Они стали вам прям совсем близкими людьми, да? Там какая-то пара семейная. С ними вы... Вот они иногда говорят что-нибудь вам не про быт, не про житейские дела, а про работу. Или тоже нет? Нет. Вот с ними мы говорим. С ними мы говорим, поскольку это творческие люди и... А они творческие люди? Да, творческие люди. И вы имеете в виду, наверное, мою названную маму, которая... Я просто читал в одном из интервью, что у вас задача присматривать какая-то семейная пара. Кто-то там... Нет, это не задача, это моя названная мама, Кношевицкая, Мирстославна, да. Это дочка великих артистов. Так. А супруг ее? У нее нет супруга. Это чуть-чуть неправильная информация. Но это газетчики, да. Но поскольку люди творческие, поскольку люди творческие, то здесь, конечно, происходят и споры, и диспуты, и я что-то вынужден доказывать, то, что я делаю на площадке, почему я это делаю на площадке. Что касается театра, это никогда не касается кино. Почему? Ну, потому что я считаю, что кино, оно такое производное от... Актер, я сейчас чисто как актер засуждаю, что это не совсем актерское творчество все-таки. То есть это режиссерство? Это режиссерство. Ну, да, потому что артист работает... Я сейчас очень банальные и глупые вещи, может быть, говорю. Артист работает на протяжении минуты. Ну, полутора минут. Я имею в виду в дубле. Я понимаю, да. Другое дело, да, как ты это делаешь, с каким наполнением... Ну, сейчас опять банально себе говорю. С каким наполнением, что ты за собой несешь? Болен ли ты материалом, не болен ли ты материалом? Хочешь ты что-то сделать больше или нет? Дело не в этом. Минута. Театр, это ты без 5-7 зашел и в лучшем случае в 10 вышел. Но ведь я считал, что актер всегда он живет в роли, что вот он... Вы же когда-то читаете сценарий, вы же все это на себя как-то примеряете, вы же работаете... Это поэт, что вы исполняете там, да, вот какой-то вот небольшой отрезок времени. Естественно, ты этим... Если ты болеешь, работает, и, естественно, все это через себя. Конечно, через себя. Но опять я хочу сказать, что вышел в 7 и ушел в 10. И это происходит сейчас, ее секундно. И ты можешь сняться в 150 картинок. Но если ты работаешь в театре, зритель тебя будет оценивать, оценивать, оценивать данный момент по театру. Потому что если они встанут в антракте и уйдут половину, ты плохой артист. Ну, если мы говорим про антрепризы, потому что если это спектакль, в котором задействовано много людей, непонятно, что понравилось и что не понравилось. Я как бы... Это касается антрепризы тоже, потому что антрепризы, антрепризи рознь. Есть люди, которые просто тупо зарабатывают деньги на этом и ни секунды себя не затрачивают на это, что они что-то делают. А есть антрепризы, которые люди тратятся. Я не работаю в антрепризе, поэтому я касаюсь государственного театра. Я, коль скоро мы про деньги заговорили, у всех ваших коллег спрашиваю об отношении к рекламе, съемке в рекламе. Потому что существует тезис, что это там нивелирует профессию. Существует, наоборот, антитеза, что великий актер, он и в рекламе сыграет, так что этим можно гордиться. Ваши отношения к этому? У меня было, если касается меня, у меня было две рекламы за всю мою жизнь и то по просьбе тех людей, которые это делали. Не заказчики, не заказчики, а те, которые это делали. На заре «Туманная юность» это была реклама духов. И лет пять назад это был мебельный салон. Это была просьба именно исполняющих заказ. Отношение к рекламе каково? Если она именная, то есть я, Домогаров, делаю то-то, потому что я считаю, что это то. Но почему бы, может быть, если это так необходимо в данный момент твоей жизни и тебе надо это сделать. Если этого можно избежать, лучше этого не делать. Понятно. Вы известны, во всяком случае, если мы говорим про миф, как одна из состоящих мифов, Домогаров ненавидит журналистов. Ну, как бы есть за что, я понимаю, какие вопросы, там, группу вопросов или какой-то конкретный вопрос больше всего бесит? Да вопросы, может быть, и не бесят, Жень. А что бесят? Бесят то, что ты на них отвечаешь, а делается, а делается, казнить нельзя, казнить нельзя помиловать. То есть вот... Контекст. И как бы ты, как бы ты не старался донести мысль, ее можно перевернуть. Какое бы ты телеинтервью не давал. Даже телеинтервью. Его можно перемонтировать. Ну, вы прекрасно понимаете. Ну, мы вот, мы не монтируем, мы прямо просто, да. Вы не монтируете, поэтому я присылал сюда. На моей памяти слишком много было таких вариантов, когда ты говоришь, ты утверждаешь текст, ты читаешь и говоришь, да, это так. В результате получается совсем не так. Это с вашей точки зрения проявление просто непрофессионализма или какого-то... Нет, это происходит слишком долго именно по отношению меня. Я не думаю, что только по отношению меня, но я не думаю, что только по отношению меня, но, наверное, нас таких достаточно много, но это происходит долго, это происходит почти 10 лет. То есть это система, это больше 10 лет. Это, наверное, 14. Сознан определенный миф Домогарова, о котором... Есть такой, да. Да, о котором, так сказать, каждый день говорится, каждый день напоминается, притом это... Я сейчас не могу говорить, что это там не правда. Я говорю, это неправда. Этого быть не может, этого не может быть никогда. Но пишут. Ты входишь в Twitter, ты понимаешь, что вдруг у них прекращается доступ к... Потому что ты пишешь, я сейчас здесь... Нельзя написать, он в Днепропетровске там где-то что-то, он загулял. Но нельзя, потому что я в Москве пишу, я еду на площадку. И делаешь фотографию. Я сейчас на площадке. Нельзя уже написать этого. И у них был какой-то месяца три стопор. Они теперь уже... Теперь они делают так. Они выдирают из твита куски, составляют их так, как им нужно. И говорят, а вот он, видите, что он творит. Подлец. Вот поэтому я не люблю... Притом нельзя не любить врачей. Я не люблю журналистов. Есть порядочные, замечательные, творческие люди. И как в любой профессии. И врачи есть плохие, есть замечательные гении, врачи и так далее. Нельзя огульно говорить. Я не огульно говорю. Я точно знаю издание, я точно знаю фамилии людей, которые это делают. А значит, что это не было? Селенаправленно на многие-многие годы. Ну, бог им судья. Я что, могу развести руками и сказать, ну, счастливо. Ну, я уверен, что правозавтрашний концерт напишут только хорошее, потому что я думаю, что это будет вещь. Я думаю, что напишут все, что можно. Вот. А насчет мифа, вы знаете, я сам собачник, вот. Но вот кошкам я доверяю. Я, во-первых, верю в их терапевтические вещи, вот потому как, вот Ассоль, это не первый ее эфир, и Добогаров не первый ее собеседник. Вот по тому, как она сидит, я понимаю, что хороший человек. Хороший человек со мной беседует и с ней, поэтому, может быть, речь просто идет о какой-то маске, действительно, и потом, мифу всегда очень сложно соответствовать. Вот. И он складывается помимо там, вашего там, ну да, нашего желания. Вот. Не принято поздравлять накануне, поэтому я про датушный день ничего не говорю, но я поздравляю, в общем-то, всех нас, потому что мы побеседовали с этим замечательным человеком, замечательным актером. Завтра, к сожалению, тоже вот буду пиарить Ассоль, не смогу прийти, но с удовольствием прочитаю потом все, что про это написали. И я уже буду читать это через призму как бы знания предмета, скажем так. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Мне было очень интересно. 24 минуты для меня прошли быстрее, чем хотелось бы. То есть не все вопросы я задам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok